В ноябре 2015 года 17-я школа была удостоена чести носить имя нашего земляка Леонида Романовича Квасникова. Месяцом позже на здании общеобразовательного учреждения была открыта мемориальная доска, посвященная легендарному разведчику. В торжественном мероприятии помимо руководства района, представителей педагогического сообщества и школьников присутствовали сотрудники службы внешней разведки нашей страны. С этого момента в школе стали регулярно проводить тематические мероприятия, непосредственно связанные с этой федеральной службой и посвященные именитому земляку. В школе зародилась новая традиция – это проведение недели памяти Леонида Романовича Квасникова, которая проходит в октябре месяце. Все классы задействованы в этом мероприятии с 1 по 11 класс. Это проходят конкурсы рисунков, конкурсы различных соревнований, песен, художественного слова. Поэтому эта традиция продолжится теперь и на протяжении последующих лет. Именно поэтому гости нашего города сперва посетили 17-ю школу, где столь трепетно относятся к памяти Леонида Романовича. Сотрудники пресс-бюро, руководители города и района, а также присутствующий заместитель председателя областной думы Юлия Марьясова возложили цветы к мемориалу, а также пообщались с учащимися и педагогами. Делегация отдала дань памяти и Авраамию Павловичу Завинягину. Дважды герой социалистического труда был одним из главных руководителей советского атомного проекта, в чью ответственность входил весь цикл производства ядерного топлива и зарядов. После возложения при участии узловской молодежи состоялся митинг, посвященный годовщине со дня рождения Зои Ивановны Воскресенской, чье имя носит детская библиотека. Я вам всем желаю состояться, стать настоящими людьми, найти себя в профессии, а может быть кто-то из вас и станет будущим разведчиком, и это было бы очень здорово, потому что вы тем самым продолжите те замечательные уже сложившиеся традиции, которые есть в Узловском районе, которыми мы уже люди более старшего поколения будем гордиться и, надеюсь, будем также вас славить и прославлять. Специально для гостей провели небольшую экскурсию по библиотеке. Они смогли ознакомиться с небольшой выставкой, посвященной известной разведчице, которая при этом была еще и детской писательницей, на чьих произведениях выросло несколько поколений советских детей. Специально для Узловской библиотеки сотрудники пресс-бюро подготовили подарки, несколько уникальных книг, посвященных внешней разведке в годы Великой Отечественной войны и в современности. В свою очередь, почетным гостям были вручены благодарственные письма. Когда мы сейчас практически воюем за судьбу молодого поколения, в современных условиях очень сложные, мы всегда вспоминаем о том, что же самое главное оружие в этой войне. И всегда говорим о примере тех людей, которые прежде всего выросли на нашей малой родине, на Узловской земле. Поэтому вот в этой битве за молодежь, за то, чтобы будущее нашей страны было в надежных руках, мы вас благодарим за то, что наше эффективное взаимодействие помогает нам проводить эту важнейшую работу, потому что страна, страна в будущем знала, что поколение, которое сейчас будет ей надежным оплодом. Надо отметить, на этом взаимодействие Узловского района и федеральной службы не оканчивается. Как поделились с нами сотрудники пресс-бюро, в планах организовать встречу узловских школьников с известным писателем-журналистом Александром Бондаренко, чье творчество посвящено разведчикам. Советник пресс-бюро Борис Долгушин отметил, вся работа, проводимая совместно с руководством нашего города, направлена исключительно на выполнение одной цели – воспитания подрастающей молодежи. Было бы здорово, если бы наши приезды сюда, наши встречи с ребятами, заранили бы в них желание, может быть, посвятить свою жизнь служению Родину и пойти в разведку. Я призываю ребят не бояться, как говорится, сложности. Это не так сложно сделать. Нужно просто хорошо учиться, получить высшее образование. Разведки, причем любое, поскольку разведки нужны люди различных профессий. Поэтому поступайте, куда вам хочется, приобретайте свою любимую профессию и подумайте, что, может быть, она пойдет, как говорится, на пользу Родины в рядах службы внешней разведки Российской Федерации. Продолжение следует...